Новая религия — это просто большое НРД. К меньшим группам мы используем понятие «новое религиозное движение», к более крупным группам — «новая религия». Для того, чтобы разобраться, чем отличаются НРД от традиционных и новых религий, рассмотрим классификацию новых религиозных движений. Первая группа с точки зрения доктрин является группой христианского происхождения. При этом она сильно отклоняется от классической христианской традиции, но все же включает в себя христианский образ. К примеру, свидетели Иегова, мормоны и даже церковь объединения преподобного Муна. Безусловно, они верят, что преподобный Мун является Мессией. Однако первым Мессией они считают Иисуса Христа. Их первое официальное название было «Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства». Очевидно, они ссылаются на христианство. Вторая группа – это движение с восточным представлением, которое происходит из индуизма или буддизма. Часть этой группы была рождена в буддизме, и уже потом определенным образом, через путешественников, миссионеров, а также СМИ распространилась на Запад. Яркими примерами являются Харе Кришна, а также японские новые религиозные движения, такие как СОКО ГАКАЙ. Вторая часть группы с восточным мировоззрением – это люди, рожденные на Западе, которые при этом изучают книги о Востоке, после чего создают новые синкретические движения, такие как, например, Теософское общество. На российской территории в свое время появилась Агни-Йога, художника Николая Рериха и его жены Елены Рерих. Они были русскими и не имели к Индии или Тибету какого-либо отношения, но потом они познакомились с восточной литературой, вдохновились, и возникла Агни-Йога. Третья группа НРД Третья группа НРД были недавно созданы на Западе. Как это происходит? Например, кто-то говорит, что традиционные религии устарели, потому давайте создадим что-то новое. Конечно, принципиально нового они не создадут, потому что большая часть материалов будет взята из старых источников. Типичный пример Третьей группы — это церковь саентологии. Понятно, что саентологи используют материалы из восточных религий, гностицизма, но при этом в итоге у них получилось что-то новое. В общем, представители Третьей группы считают, что старые религии устарели, а мы живем в современном мире, поэтому нам обязательно нужно что-то совершенно новое. Четвертая группа — это то, что я называю «новые магические движения» — эзотерика и магия. Конечно, они существуют уже более двух тысяч лет, но раньше это являлось индивидуальной практикой, однако в 20 веке стала групповой практикой. К примеру, такие значительные группы, как Розенкрейцеры и многие другие, были классифицированы как «новые религиозные движения». Но сама практика Четвертой группы в большей степени является эзотерической, а не религиозной. Есть христианские, восточные сказания и совершенно новые эзотерические. Я считаю, что новые религиозные движения можно классифицировать на эти четыре группы. Очевидно, если существует новый термин — НРД, значит, были определенные основания для того, чтобы он возник. Когда и почему возникло понятие «новые религиозные движения»? Я думаю, что сначала появилось выражение «НРД» — «новые религиозные движения». «Новые религии» появились позже. Выражение «новые религиозные движения» было введено британским социологом Эйлин Баркер, моим близким другом. Она ввела это понятие в 1970 году в качестве альтернативы понятию, которое на английском языке звучит как «культ», в то время как на французском, итальянском и немецком языках звучит как «секта». Новые религии, старые традиционные религии, НРД. Очевидно, что за последние сто лет на рынке религий значительно увеличилось количество игроков. Таким образом обострилась конкуренция и возникла необходимость в регуляторах рынка. Среди ярких примеров искусственно созданных механизмов стоит выделить использование термина «секта» в новом значении. Сам по себе этот термин существует давно, однако в 20 веке у него появилось негативное значение, внедрение которого было выгодно для определенных структур. Такие выдающиеся социологи, как Макс Вебер и Эрнест Трёльч, определяли термины «культ» и «секта» в очень нейтральном смысле. Это просто люди, которые не были рождены в религиозных группах, а были в них обращены. Макс Вебер считал, что типичным примером культа или секты является Иисус Христос и его апостолы. Почему? Ни один из апостолов не был рожден христианином. Они родились евреями. Они все были обращенными первого поколения. Согласно Максу Веберу, после нескольких поколений культы и секты становятся церковью, так как большинство их приверженцев теперь находятся в группе с момента рождения. В случае группы Иисуса Христа понятие «секта» было доно с очень нейтральным значением, никоим образом не агрессивным, уничижительным или негативным. Дело в том, что для понимания человека все начинается с названия. То есть человеческая система так устроена, что у него образ как бы соединяется с названием. Вот если я вам скажу «заяц», вы сразу себе представляете «заяца». Так вот, если есть какое-нибудь движение, которое как бы непонятно, то ему обязательно придумают название, чтобы сделать его понятным. И вот хорошее это название будет или плохое, то есть, например, такой негодяй, как Дворкин и его приспешники, религиозные экстремисты, они как бы придумали название «деструктивная тоталитарная секта». Почему они придумали название? Это американская логика. То есть, наверное, никто не обращает внимания, но американцы так учат в колледжах, в университетах и так далее. Возьмите книжку по логике американскую. Там есть понятие «достаточно очевидно». То есть, всем должно быть достаточно очевидно, что это так. Вот и все. То есть, придумывается название, придумывается ярлык, а потом всем говорится о том, что это достаточно очевидно, и я не понимаю, почему вы этого не замечаете. Все это видят, а вы нет. Социологи столкнулись с двусмысленностью самого понятия «секта», потому что если они скажут, согласно Максу Веберу, что Иисус и его апостолы были культом или сектантами, то люди подумают, что они были преступниками по причине популярности криминалистического и негативного оттенка, созданного в средствах массовой информации. Безусловно, у криминалистов есть своя терминология, но они в определенный момент начали использовать слова «секта» и «культ». Поэтому социологи стали настороженно относиться к этим понятиям. После того, как средства массовой информации сформировали негативное значение, нужно было создать нейтральный термин. Эйлин Баркер предложила понятие «новые религиозные движения», которое было принято и стало неотъемлемой частью социологии религии. В самом деле слово «секта» – это какой-то бред сумасшедшего, по причине того, что по сути свои «новые религиозные движения», «секта», назовите какие-нибудь другие, они не являются юридическими, я говорю как адвокат. В юриспруденции таких понятий нет. А раз таких нет понятий в юриспруденции, то есть в правилах игры в обществе это не записано, значит это явление, оно выдумано. То есть если бы для общества было важно это явление, вот например во Франции или в Испании, они узаконили какие-то правовые акты, которые регулируют деятельность новых религиозных движений. Но написали они эти законы таким способом, что применить во Франции эти законы невозможно. Примить их в Испании, а закон есть, а применить его невозможно. Почему невозможно? Да дело в том, что во всех конституциях написано «свобода совести и свобода вероиспределения», поэтому написать его иным способом невозможно. А зачем вам нужен этот закон? Я не знаю, если он неприменим. Поэтому, когда мы говорим «секта», это не юридическое понятие. То есть как юрист, как адвокат могу точно сказать, что если бы это была животрепещущая проблема, общество давным-давно пришло бы в правовой плоскости к определенному соглашению. Однако на рынке существуют организации, которые действуют в интересах определенных структур и пытаются перераспределять рынок с целью устранения неугодных лиц или организаций. Как они это делают? Они развешивают ярлыки, такие как «секта» или «культ». Подобные организации называют себя антисектантскими. При этом важно понимать, что описанные выше действия являются одним из проявлений религиозного экстремизма. Антисектантам нужны культы. Это позволяет им зарабатывать деньги. Если нет культов, то и денег не будет, а они не хотят остаться безработными. Например, во Франции они пошли к правительству и сказали, что больших культов уже нет. Но есть много небольших групп, например, в сфере альтернативной медицины. Они начали преследовать философские, психологические и коммерческие организации и называть их сектами. Именно так произошло в вашем случае, несмотря на то, что вы не имеете никакого отношения к религии. Им нужно постоянно находить новые культы. Без новых культов они просто не выживут. Не будет денег от родителей, не будет денег от государства и не будет денег от церкви. И тогда они исчезнут. И тогда они будут делать новые культовым наше. Так что они будут работать, и они будут насчезут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...